Бокер Тов, доброе утро! Мы продолжаем нашу недельную главу, называется Анатецаве. Вчера мы начали читать про одежду коинов. Теперь смотрим, какое великолепие было одежды коинов. У нас есть два очень красивых священных предмета. Один это эйфот, это передник первосвященника, на который крепится хашен, нагрудник первосвященника. Как это выглядит? На переднике, на погонах стоят два камня, два оникса. На этих камнях, вырезано как на печати, имена колен Израиля. Двенадцать колен, на одном погоне шесть имен. Это Рювен, Шимон, Леви, Ягуда, Даннафтари. Это по порядку рождения ягода. И на втором погоне получается Гадашер, Исахар Звулун, Йосиф и Бениамин. Значит, одежды эти крепились друг к другу с помощью золотых колечек и шнурков. Одни шнурки были из золота, другие из голубой шерсти. К этим колечкам привязывался хашен, нагрудник первосвященника. На хашене двенадцать колен Израиля представлены двенадцати драгоценными камнями. Первый ряд это рубин, топазы и зумруд. Второй ряд бирюза, сапфир и бриллиант. Третий ряд это был опалогатый аметист. И четвертый ряд хризерикт, оникс и яшма. Интересно, что оникс находится и на погонах, и на нагруднике. Наши мудрецы говорят, что колено Йосифа представлены двумя коленами. Но Всевышний сказал, двенадцать камней. Не тринадцать, а двенадцать камней будет. Одно из мнений есть, что на колене, представленном Йосифа, было написано еще и два имени Минаша и Ефраим. Теперь мы смотрим, какие одежды у коина в обычных. Они получили по четыре одежды. Это льняные одежды. То есть у них были полталоны и одет также хитон. И хитон был с поясом, но пояс был не льняной. Он был из красивых голубой шерсти по границе червеницы и льна, скрученных вместе. То есть он тоже был красивым. А головной убор был у них остроконечный. Если у первосвященника он идет круглый, то здесь остроконечный. Вот так отличались коины от первосвященника. Первосвященник отличается особым великолепием. Можем себе представить, какая красота такая, весь в бриллиантах. Это то, что говорит Карах своей жене, когда он пришел и говорит, что Агарон нас всех поднимал, тряс и заставил нас всех обриться. А сам он был одет в красивых одеждах, весь в бриллиантах. И это послужило тем, что жена ему сказала поднять восстание. И свергнутая власть Агарона и Маше. Это был у нас такой страшный эпизод. Но это мы будем читать дальше. Это будет в главе, который называется Карах. Мы смотрим, как Всевышний красиво все устроил. Какой красивый у нас храм. Какие красивые у нас коины. Все очень красиво. Чтобы мы получали удовольствие, когда мы видим служение Всевышнему. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков Бен Нахум, Владер Бен Григорий, Лев Бен Шмуэль, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, памяти Ури Бен Харитон, за здоровье Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Соня Сура, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Моисей Бен Ева, Двойра Бат Мира, Ирина Бат Двойра, Инесса Бат Маэль, Моисей Бен Ева, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ита. За хороший дух Аарона Рейбин Двойра, Денис Бен Нахум, за хорошую работу Денис Бен Нахум. Всем всего самого наилучшего. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи на завтрашнем уроке.